Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 сентября и я зашла, вот я сейчас буду поливать свои первые всходы, зашла в эту растительную палатку, чтобы ответить на некоторые вопросы зрителей. Я сейчас усядась и спокойно все расскажу. Казалось бы, 9 сентября, всего неделя как закончилось лето, и мы еще не успели отдохнуть от прошлого сезона, а у меня уже здесь новые растения. Но это я посеяла пораньше, для того, чтобы пока они вырастут, пока что, это же тоже длительно, хочу в этом году, я уже говорила, устроить себе вот здесь зимний маленький огородик. Отвечу на некоторые вопросы, которые интересуют зрителей, тут и про отопление, и какие сорта посеяли, сейчас все-все постепенно расскажу. Ну и скажу так, я вот сейчас сижу на улице, у нас холодно неимоверно, у нас сегодня у меня муж первый раз уже затопил печку, представьте, мы уже топим печь, потому что ноги замерзают, и руки, и нос, и уши. Короче, все холодно. И вот на улице сейчас дождь, ветер, а я вот так зашла сюда и смотрю, тут тепло у них, хорошо, нужно их полить. И самые основные вопросы, это о сортах томатов. Когда я сказала, что я хочу вырастить помидорку, но вот это-то у меня ринет. Первоначально я хотела посеять те сибирские сорта, которые у меня уже много-много лет я выращиваю, и вот я оставила ринет, но я его весь обгрызла, обстригла, чтобы затормозить его рост. Ну, я уже говорила, он образовал помидорку, быстро зацвел, так мне не нужно. И хочу еще вот показать. Я высаживаю в старую землю, но не в свежую, в огородную, в которую уже выращивала. И видите, тут самопальные помидорки уже выросли сами. А вот это я посеяла для проверки всхожести, я это уже показывала. И вот их все больше и больше, они уже сплошной шапкой вылезли. Говорит это о том, что всхожесть хорошая, семена свеженькие. Первый вопрос сейчас отвечу. Две у меня зрительницы спросила, вот сейчас только прочитала. Ольга спросила. Ну, неважно, короче, две девушки спросили, какие сорта я буду выращивать вот здесь в зимней палатке. То есть здесь будет прям у меня полноценное выращивание, не рассады, а томатов. Хочу до урожая. И когда я изначально сказала, что я буду выращивать свои вот ринет, еще какой-то. И когда они выросли раньше времени, я решила сделать еще один посев. Я уже сразу передумала в этот период. Я подумала, а почему я буду выращивать те же самые сорта, которые уже я знаю, которые я уже изучила. Не лучше ли отдать место вот в этой растительной палатке совсем новым сортам, которые во время зимы можно еще поизучать, вам показывать, попорассказывать. И, короче, я уже быстро сменила состав томатов. У меня здесь будут расти золотые яйца. Скажу почему. Потому что золотые яйца – это именно тот сорт томатов, которых нам не хватает. Вы же видите, наверное, я когда описываю, у меня ринет, челнок, потом еще какой-то. Все вот эти ранние, они все красные. А золотые яйца, они именно с теми же самыми качествами. Они холодостойкие, они раннеспелые. Они специально, сразу скажу, что оригинатор – это сибирский сад их вывел. Специально для зон рискованного земледелия. То есть для Сибири, для Урала, для центральных районов. Ну, у нас половина территории России к таким, к рискованным, к зонам рискованного земледелия относятся. И вот эти золотые яйца, они детерминатные, штамбовые. В открытом грунте 30 см, в закрытом грунте на 10-15 см выше, ну, 40-50 см. Короче, у них описание почти такое же, как у ринета вот у этого. Они тоже будут вот такие же вот толстоногие, но только они будут оранжевого цвета, протолговатые. И они как раз вот те самые томаты, которых нам не хватает. Среди скороспелых, среди ранних, толстоногих, именно желтых и оранжевых сортов очень мало. Нынче я вот вас познакомила с сортом янтарный, но те совсем маленькие. Они маленькие, похожи даже на черри. А вот эти золотые яйца, они ближе похожи, как на буян. И вот хочу я, чтобы у меня выросли здесь золотые яйца. Потом буду, еще хочу посеять томаты сараева. Розовый сараева, обильный сараева, ну или супер томат сараева. Тоже в этом году мне дали на развод. Я их выращивала первый год. И как я вот объяснила некоторым, что нынче из-за жары было вот это все впечатление такое смазанное. Я-то думала, что я буду все лето ходить, наблюдать за этими сортами. Какие-то, может быть, даже записи делать себе в тетрадку. Вам объяснять, показывать. А из-за того, что жара наступила, как оглушительная жара нас накрыла. И я вот написала в комментариях. Пронеслось все, как скорый поезд. Вот это вот урожай сплошной лавиной. Конвейером томаты все проехали мимо меня. Мы только успевали таскать, резать, таскать, резать, выковыривать семена. Сильно-то наблюдений не было. И поэтому все-таки для выращивания вот в этой палатке я решила отдать предпочтение вот второй посевшицу мне когда будет новым сортам, которые я еще знаю плохо. Мы их как раз зимой за ними понаблюдаем, поизучаем. Но все равно эти сорта, такие же, как вот эта помидорка, они все низкорослые, не очень высокие, все детерминатные, все не очень крупноплодные. 150, самое большое, 200 граммов. Еще здесь будет у меня, я уже посеяла вот в такое же ведро редиску. Что будет расти редиска. Еще хочу посадить лук на зелень. Как мне сказали, что нужно еще и огурчик посадить, чтобы был салат. Еще будет, наверное, один огурец, попробую. Но сейчас пока хочу похвалиться и показать. Помните, я вот подходила буквально позавчера. Здесь были просто черные лотки. И говорила, что посеяла. Московский парниковый вот здесь у меня. Вот он. Видите, такие кругленькие семидольные листики. А вот это премиум салат импортный, с Германии прислали. У них как редисичие, эти семидольки, как редиска. Я весной, когда такой салат съела, мне говорили, ой, да это редиска у вас зашла. Это у нас в разных странах разные салаты. У нас обычно салат вот такой. У него семечки как морковные, длинненькие. А вот у этого семечки как редисичие именно. И у него семидольки тоже редисичие, а вырастет зелень. После этого я еще добавила еще один лоток. Вот тут у меня горчица будет ажурная, салатная, красная. Вот мы на седираты сеем. У нее зеленые листья, а это будет немножко как с бордовым оттенком. Потом еще тут у меня... Ой, я что-то насеяла уже и сама не помню ничего. Ну вырастет, потом узнаем. Я уже все... Тут, короче, тут один салат, второй салат, тут горчица. А, еще один премиум салат тоже импортный. Вот здесь, по-моему, где много или здесь. Я даже подписывать не стала, потому что это все равно зелень, она вся одинаковая. Но смотрите, какие дружные посевы. И мне что нравится, что помидоры... Я вроде сеяла немного семян, а они все лезут и лезут все новые и новые. Скоро уже пикировать. Я, кстати, сегодня подумала про эту палатку растительную. Раз здесь так все хорошо растет, и рассада растет, и помидоры прут. Смотрите, уже настоящий лист начал у них появляться. Но эти я, правда, не знаю, какие я их. Не буду их выращивать, сорт неизвестен. А вообще вот эти сейчас вырастет. А, вот он, настоящий лист. Тут можно даже проводить уроки по пикировке, потому что весной все некогда, объем у меня большой. Я все тороплюсь, быстро-быстро-быстро-быстро. А сейчас вроде как уже спокойно. Можно спокойно сесть, распикировать. Людям, которые интересуются, показать, как это делается, зачем, еще раз объяснить. Вот я только через пикировку выращиваю томаты. И вообще мне здесь так нравится. Я еще раз говорю, что на улице холодно, ветер, у нас дождь. Сюда заходишь, тепло, тихо, такое умиротворение. Если еще здесь будет зелень, будет вообще благодать. Ну, конечно, я себе опять заботы, лишних хлопот придумала. Тут же надо ухаживать, поливать, надо за ними следить. Но хлопоты эти, конечно, приятные. И вот теперь я каждое утро просыпаюсь. В 8 утра включаю эту лампу и заглядываю к ним. Тепло ли вам, крошечки? Как вам там хорошо живется? Ну, живется им хорошо, мне кажется, им нравится. На вопрос, еще один вопрос. Как вы отапливаете? Как вы будете отапливать эту палатку? Я хочу ответить. И я поняла, что люди не понимают, где эта палатка вообще находится. Отапливать я никак не буду, потому что эта палатка находится прямо в доме. Стоит в комнате, где у нас собачка до этого жила на карантине. Отопление никакого не нужно. Тут только лампочка. И все, я сейчас застегиваю. Вот это вот все. Спокойной ночи, малыши. Продолжение следует...